Всем привет, друзья, меня зовут Макс, в этом ролике у нас с вами будет огромная подборка мемов про школу с моего канала. Тут будут, наверное, все мемы про школу, которые существуют в нашей вселенной. Может быть, тысяча мемов, может быть, две тысячи мемов, может быть, миллиард мемов. В общем, все мемы про школу. Погнали. Когда сидишь на первой парте, учитель и я. Те, кто будут учиться на 4-5, попадут в рай. Те, кто будут на 3-2, попадут в ад. А школу закончить живым есть шанс, если сможешь. Столовая в обычное время. Столовая, когда мне нужно туда зайти. Или нет, туалет. Я на уроке химии и физики алгебры. Господи, спаси. Только наши ученики могут выйти в туалет в начале урока и прийти в конце. В конце учебного года. Итак, Петров, почему тебя не было целый год? И ты такой, Марий Иванович, у меня запор. Когда учитель подал заявку в друзья и написал, привет, красавчик. Ааа, что? И такой, тебе погуляем вечером. И ты такой, ааа, нет. Что это? Школа. Это тюрьма для детей. Прошло 11 лет. Ты как? Я зомби. 5 плюс 5, 10, ясно всем? Да, это легко. Тогда записывайте домашнее задание. Ааа, мой мозг. Когда учитель попросил деньги на шторы, а ты принёс шторы. Мне нужны деньги. Когда в столовую учитель сказал, что кушать нужно не спеша, а то можно подавиться. У вас дают гамбургеры. Крабсбургеры. Задайте побольше домашнего задания, а то слишком мало, и просто ему на свертушке. В параллельном мире. Записывайте домашнее задание. Первое, играть в Майнкрафт по сети, гулять, пока не надоест, взять деньги из фонда школы, тратить деньги на что хочется. Фонд школы? Это туда, куда мы сдавали на шторы? Доктор, у меня аллергия на школу. Я весь покрываюсь одеялом и всё время хочу спать. Для чего мы ходим в школу? 1% учиться, 4% поедать, 10% поспать, 85% поржать. Когда увидел, как трудовик обнял учительницу. Алло, полиция? Нет, шлёпнул я. Молотком. Это тоже стал психом. Да, он увидел, сколько задали на лето. Учителя, которые ставят 5 просто так. А такие есть? Я прихожу со школы еле живой. Родители спрашивают, почему я ничего не делаю уже целую секунду. А почему вы не на работе? Хотя нет, ты приходишь со школы часов в 9 вечера. Наш класс во время учёбы. Закрой рот, дебил, дура. Наш класс на выпускном. Вы самые лучшие, буду скучать по вам, всех люблю. А что, если учителя, собирая деньги на ремонт школы, присваивают их себе? А ты думал, мы живём на одну зарплату? Аллолоев, у тебя одни двойки. Рассказывай стих. Ненавижу я учиться, школу сильно не люблю. Я хочу летать как птица, но в школе я сгнию. Два пожизненно. Почему два нормально стих? Аллолоев, мы тебя поддерживаем. Перешёл на класс старше. Ожидание. Добрый день. Реальность. Лоооу. Когда школы переверили институционное обучение. Физорук с трудовиком. Что? Ушли в запой. Если бы я стал директором школы, уроков не будет. Идите домой. Иду в магаз, вижу училка. Делаю вид, что не замечаю. Почему на уроке не был? И я болел. Хлобыть. Зачем придумали школу? Чтобы отнять счастливое детство. Но не совсем. На самом деле в школе мы знакомимся с друзьями, это круто. Так что нет. Когда говорят годовые оценки. Хоть бы пять, хоть бы... Какой пять? Хоть бы не параша. То чувство, когда учитель выбирает кого из-за доски. Не-не-не, он смотрит по журналу. Не поможет, ты хоть исчезни, он твою фамилию назовёт. Скажи, так, спанчбобов. Когда одноклассницы зашли в туалет. Учитель. Одноклассницы зашли в туалет, и учитель сломал им дверь. Эээ, зачем? Когда после учёбы учитель просит остаться на какое-то мероприятие. Всем пока. Когда сидишь с отличником. Братюнь, дай списать. Такие сразу, типа, братья, друг. Слушай, ну я там на тобой смеялся вчера, но это я не со зла, ты же понимаешь. Слушай, ну мы же с тобой столько лет, дней вместе, два раза видели. Когда в класс пришёл новенький и сел к тебе за парту. Получил пять. Нет времени ставить оценку в дневник. Получил два. Да не в них нищи быстро. Наш класс перед контрольной. Умоляю, помоги. Мы с братюней на первом уроке. И училка там тоже спит под столом, это нормально. Вообще, зачем так рано начинать уроки? Кто это выдумал? Почему мир подстраивается под ритм жаворонков, а не сов? Я вот сова, например. То чувство, когда друг не пришёл в школу, а ты хотел у него списать. Учёба только началась, а я уже смертельно устал. Отличная книга учил, получил пять. Я учил, получил парашу. Реакция первоклассника, когда показываю ему фокус. Ну ок. Учитель. Домашка. Стих наизусть. Моя лень. Победит всех! Мне иногда кажется, что школьные уроки больше отупляют, чем обучают. Да ладно. Когда учитель отпускает с последнего урока и просит тихо и незаметно выйти из школы. Когда я решил сбежать с урока. Директор. Бах, и прос дверь в понусы ему. Когда у тебя попросили ручку, но потом забыли вернуть. Когда после седьмого урока заставили мыть класс. Я сейчас сдохну. Мыть учеников. Ой, ладно, что я несу. Фу. Мам, я эту химию больше пальцев не трону. Что думает мама? Что думаю я? Когда учитель спрашивает, чему меня научила школа. Я... А, сейчас, подождите. Вроде так, да? Когда незаметно открыл шоколадку. Когда случайно зашёл в другой класс. А где мои дебилы? Какая тебе разница? Заходи к этим. Всё равно программа одинаковая почти у всех, наверное, но это не точно. Когда увидел, как учитель взяла за руку школьника и что-то шепчет ему в ухо. Взяла за ухо школьника и что-то шепчет ему в руку. Спросить разрешение учителя не надо. Сделать так, как верит сердце. Тоже не надо, просто иди домой. Сидишь такой на уроке, как вдруг... Пожарная сигнализация, почему я так её обозвучил, что со мной не так. Ура, уроков не будет, оказалось, что это учебная тревога. Школа ваш, второй дом. Дома с мамой будешь так разговаривать. Учителя. Реакция учителя, когда принёс ей коробку конфет. Пустую. Когда вызвали к доске, прозвенел звонок. Учитель отсутствовал пять минут. Мама дорогая, не дети, а изверги. Блин, у нас так же тоже было в начальных классах. Вы любите детей? Я их ненавижу. Будьте учителем. Школа. Дети, время вышло, сдаём тесты. Одноклассник. А как ты смог так быстро решить основное задание на обороте листа? Основное задание на обороте листа? А ты чё, только подписал, блин, свою имя-фамилию такой? Типа, ну, наверное, это были основные вопросы. У доски? В школе. Когда учитель вызывает меня к доске. Кто, я? Да, ты. Я? Ты. Я? Да. Да. Ты. Я? Да. Ты. И так до конца урока. Доктор, что с ним? Он хотел стать отличником. Зачем в школе мы учим синусы и косинусы, если эти знания в жизни никогда не пригодятся? Ну, вообще-то ты становишь как бы умнее изучать что-то новое, а ещё, возможно, дальше ты порешешь науку и совершишь какое-нибудь открытие. В-класс, А-класс, Б-класс. Что за странная градация? Почему так? А вы в каком учились? Класса, чтоб посмотреть, не идёт ли учитель. Ку-ку. Он так тебя... На. И ты такой, блин, господи. Когда ты сказал первый, но кто-то повторил за тобой, ему поставили пять. Тож свертушки бей. Школа? Лето. Учителя в сентябре. Заходи, не стесняйся. Школа. Ложись, ложись, мы тебя закопаем. Почему ты так плохо учишься? У меня же лапки. Тебя в школу во сколько разбудить? Летом. Самая ЛЖВФ, разадноклассников. Дай ручку, я после урока верну. В параллельном мире. Ура, завтра в школу. Сынок, ты куда собрался? Мам, ты что, забыла, раз в год я хожу в школу? А гулять я за тебя буду, что ли? Быстро за компьютер играть. Кто со мной в параллельный мир спрашивает? Просто обычный мем, ненастоящий. Эх. Ты уроки сделал? Покажи дневник. Отстаньте, у меня каникулы. Первый, третий класс, четвертый, шестой класс, седьмой, восьмой класс, девятый класс. Брачу, не с ручка. Ты сидишь на лавочке, просто тебе ручка, нужно нарисовать смешную картинку. А ты вообще даже на школу забил. Опаздывай в школу. Первый класс, у вас же звонок. Восьмой класс, зайду еще в магазин. Ты чувствуешь, когда видишь, как другие классы идут домой, а у тебя еще два урока. Свертушки всем! Когда физра последним уроком. Не понял. А где все? Ты что, дурак, что ли? Иди быстро отсюда! Когда пошутил, и весь класс засмеялся. Вы разблокировали костюм клоуна. Когда списал у друга и получил пять. Друг в это время получивший два. Ну тут, да тут, свертушки тебе. Когда нужно идти в школу, а у тебя отключили горячую воду. Вечное противостояние. А-класс, Б-класс. В-класс, Г-класс. Ж-класс, Е-класс, Я-класс. Когда попросила помочь с физикой, получилась химия. Ну, не самое плохое в принципе, что могло получиться. Решила сделать уроки вместе с друзьями у себя дома. Ожидание. Реальность. Экзамен. Литература. Вопрос. Первая женщина, летчица России. Ответ. Баба-яга. Чему тебя в школе неделю не было? ЗИС. ИС. Справка! А, ну иди садись на свое место. Окей. Иван, давай дневник, два. А я его дом забыл. А голову ты дома не забыл? Всё, вижу, не забыл. Убери обратно в пакет. Что? Я-а-а-а. Блин, жалко, у них красного мела ещё не было. Американец, изучающий русский язык. Как вообще можно научиться понимать русский язык, если у вас утренник это мероприятие, дневник, книжка, вечерник это студент, а ночник лампа? Два школьника. Тебя почему вчера не было в школе? Где ты был? В опере. Ну и как понравилось? Отличный браузер. Перемен. Мы ждём перемен. А что, если Цой пел про школьные перемены, а? Английский язык. Кэт-кот, кат-порез, коут-раскладушка, рэд-крыса, рот-гнильё, рот-привычка. Русский язык. Дё-всё-рё-внё-нё-бёк-вё-вё-тём-прё-для-жё-нё-и-вё-бщё-нё-кё-кё-кё-кё-кё-кё-кё-кё-кё-сё-нё-кё-кё-нё-нё-ть-ё-всё-пё-нё-ть-нё. Да, буква Е универсальная буква. Нет дневника. Родители, сломайте себе мозг. Первый урок, второй урок, третий урок, четвёртый урок, пятый урок, шестой крысиный урок. Скоро на всех переменах страны. А, это старая фотка, смотрите, они ещё с кнопочными телефонами. Когда будет домашняя работа? Когда GTA 5 на PC выйдет. Стоп, это 15-й год, справа написано. GTA на PC в 15-м году, по-моему, уже была. Что тебе приходит первым в голову, когда ты слышишь слово нежить? Ну там всякие тролли, вампиры, зомби, а тебе? Есть такой глагол. Глагол? Ты имеешь в виду не жить, умереть? Вообще-то я про нежить. В плане нежность проявлять. А, ой, ну типа нежить, я тебя нежил. Всегда есть такой парень? А что если он, как Моисей, раздвинул школьников, чтобы пройти вперёд? В принципе, в столовке такая тема пригодится. Мама ушла на родительское собрание. Ботаник. Просто кайфует, хорошись. Пойду, что ли, посуду помою? Двоишника, убираться, убираться, убираться из страны по поддельным документам. Учительница. Бабочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет 5 плюс 8? 23. Как тебе не стыдно быть таким бестолком? Это будет 13 дней 23. Так вы же просили меня ответить быстро, а не точно. Тому, кто пойдёт первым к доске, поставлю на бал больше. Иду, ставьте мне тройку. Бабочка приносит домой дневник с коллекцией двоек. Разъерённый отец говорит, в наше время за такие оценки били ремнём. Классная идея, подходи завтра после уроков, отомсти мучилке. В каждом классе есть. Человек, который не может жить без игр. Не так всё понимающий. Качок, пофигист, пессимист, оптимист. Омник, любящий поиздеваться, господи. Он достал какашку из унитаза. Ну он рукой же взял её. Это он сам на собой что ли издевается? Ага, ладно. Нервный. Художница, няшка, мотивационный оратор, красотка, философ, комик в платье. Комик в платье! Почему в платье? Почему не просто комик? Что происходит? Что это за класс? Господи, прикиньте, в таком классе учиться. Учитель в классе. Учитель вышел из класса. Учитель снова в классе. У вас было такое? Ну если было, ставьте лайк. А ещё, если вы смотрите меня без подписки, почему? Тут же клёвые мемасы. Нажмите подписаться. Ну, чтобы не пропустить, например, видео завтра. Или послезавтра. Ну а ещё ваши подписки меня сильно мотивируют делать больше прикольных роликов. Так что жмите подписаться. Большое всем спасибо. Дети в школу, собирайтесь, брейтесь, мойтесь, похмеляйтесь. Это второгодники там, которые по 10 раз оставались. Порой так жалко иностранцев, которые пытаются учить русский. Ведь сейчас в одном предложении русского человека может быть один англицизм, два просторечия, три мемы и поговорка, которую знают только жители Челябинской области. Я в 11-м А учился, а я в Б. О, и я в Б. О, а я и в А, и в Б, и в В. А, это ещё одна бодля иностранца. Нашла на просторах сети советы для тех, кто только начинает звучать русский. Один из них звучит примерно так. Русские используют в речи столько сарказма, что сначала его можно принять за чистую монету. Сарказмируют они постоянно. Не пугайтесь, однажды вы поймёте? Наверное. Как прекрасно, что в русском языке есть такие буквы, которые просто выражают твоё состояние прямо сейчас. Эй, уй, как это произнести? Ну, в принципе, буквы можно произнести, а всё остальное не. Нюансы русского языка. Не надо меня уговаривать, означает нет. Меня не надо уговаривать, обеими руками за. Приехали к бабушке в деревню. Под вечер она пошла коров встречать, а мы с ней увязались. Идём, подгоняем коров, а бабушка нам говорит. Смотрите под ноги, в пруфы не наступите. Мы хором с другом. Чё? Ну, пруфы. Коровы за день наедятся, вот из них лепёшки падают. Пруф, пруф, пруф. Говорит, всю жизнь их так называли. Так что, кому надо пруфов, велкам в деревню. Это пруфы того, что коровы покушали. О, креативно он подошёл. А ещё смотрите, какая у него красивая фигурная скобка слева. Открывает дверь ногой. Дневник Чака Норриса, да, с разворота. Или с разбега. Ну и что? Обычный класс. Мемные рожи. Их можно повесить вместо писателей наверх, в рамочку. Петров, подплыл к доске. А где Петров? Петров утонул. Двойка. Когда учитель спрашивает, какие книги я читал летом. Книги? Что это? В школе попросили ручку. Снаружи. Вот, держи. Внутри. Прощай, любимая ручечка. Больше мы с тобой никогда не увидимся. Что говорит учитель? Напишите 5-10 вопросов. Что слышу я? Напишите 5 вопросов. Ну да, если он сказал 5-10, зачем писать больше? Сделай минимум. Беру четвертый класс. Пожалуйста, можно выйти один раз? Седьмой класс. Можно выйти? Одиннадцатый класс. Через полчаса буду. Да можно просто с бумагой, в принципе. Там и так вонючее. Сначала учишься, потом работаешь. А когда жить? Учитель. Саша, у тебя замечательное сочинение. Но почему ты его не закончил? Потому что папу срочно вызвали на работу. Нет, потому что это сочинение в двух томах. Второй том покупаете в книжном магазине. Простите, что я шучу все время про писательство. Ну, я писатель, что поделать? 4 с минусом. Где тетрадь? Дома. А чё? А ничего. Два. Нужно подготовиться к школе. Например, скачать новые игры на телефон. М. Мотивация. Блин, ребенок так вундеркиндом станет. А прикиньте, он уже на пятом курсе универа. Вот тут вот сидит. Ставьте двойку, мне по песену. Да, отчаялся. Это он же! До того, как батя положил ремень. Что опять не так? Я просил нарисовать своих одноклассников, а не овощи. А там капуста, морковка такие сидят за портой. Пап, ты умеешь расписываться закрытыми глазами? Да, что? Тогда распишись в моем дневнике. Гениальный ход, по-моему. Блин, на линейку опаздываю. Фу, успел. Боже, это самый счастливый школьник из тех, кого я видел. Ааа, посмотрите только на его лицо. Да ему просто можно пятерки за его щи ставить. Прикольный парень. Только молодость! Только хардкор! Ему нужно микрофон в другую руку. Сейчас он, Лоев, приготовит мне дневник. Вам пожарить или сварить? Боже, ты настолько тупо, что даже хорошо. А помните школу? За время звучания фразы «Итааак, к доске пойдет!» Мы успевали получить легкий инфаркт, помолиться, а некоторые даже успевали выучить половину заданного на год. От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет скриняете биологии меня настораживает. Делаю домашнюю работу по математике. Вижу простой пример. 2 плюс 2 равно x. Наверняка здесь есть подвох. Да, и внизу такая сносочка. При условии, что x не равно 4. Вот и думайте, блин. Школьные конкурсы. Бессмысленные и беспощадные. Зачем они изображают дурку в школе, если школа это и так дурка? 69-й год. Что это за оценки? Ругают ученика. 2009-й год. Что это за оценки? Ругают училку. А, 2022-й, простите, можно нам показать? 21-00. Это именно то время, когда дети признаются родителям, что завтра в школу нужно принести поделку, доклад с цветными фотографиями и пироги на чаепитие. И тут же получают свертушки. Оля, почему ты съела 10 кукольных голов? Что? Ну, 11 было через чур. Говорит, Оля, блин, что происходит? Нарисуй, как выглядит. Шелест листьев, гром, шум волн, пение лягушки, весенняя копель, взмах крыла, большой птицы, звон крыльев, комара, хруст снега. Я могу только гром нарисовать. Из Бравл Старс бойца. Помогите, школа горит. И каждый помог, чем мог. Кто-то дрова принёс, кто-то бензин подлил. И не говори, что так не делал. Он такая ещё писюлька длинная, потом вытягивается, когда так делаешь. Такой, как корень. Ушёл в туалет, вернулся пьяный. Это запись в дневнике трудовика. Ну, может быть, он, типа, пытается доучиться в школе, вправе, он уже там же и работает. Ну, короче, ладно. Сидишь на уроке, ок, да? Тянешь руку, ок, да? Тянешь, тянешь, ок, да? Давайте весь это говорить. Ладно, отвечаю, Улоев, ок, да? Можно выйти, ок, да? Учебный год, как беременность. Длится девять месяцев, отошнит, начинается второй неделя. Неправда, с первого дня. Мам, я в школу. Подожди, сынок, тебе сейчас кое-что дам. О, мама даст мне ещё немного карманных денег. Мам, ты скоро? Вот, выкинь мусор. Окей, а там как будто расчленёнка головы. Ну, типа, чтобы училке показывать, что ты не забыл дома головы. Передай родителям, что учение света за неуплату света отключат. Так, а иначе я тебе сейчас свет выключу. С локтя. На ошибках учатся, господи, человек. Как ты мог так написать? Этот неловкий момент, когда не можешь прогулять уроки, потому что ты их ведёшь. Почему очень даже можешь? Просто прогуливаешь и всего. Все будут рады. Можно выйти? Куда? В открытый космос, блин. Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день. Это идеальный преподаватель. Моя любимая школьная песня. Звонок. Да, эти ноты, господи, это мелодия, этот мотив в школе. Я вообще никогда не болел и ничего себе не ломал. Я самый здоровый в классе, в оенкомате. Мозоль на левой пятке, в пять лет поранил руку, а сейчас аллергия на воздух. Когда понял, куда попал. Один А. Д. Когда тебя спрашивают у доски. Я кетчуп. Школьная столовая. Мы тебя заберём. Го, у меня всё равно завтра семь уроков. Как же везёт всем, кто сидит на последней партии. Они могут смеяться сколько угодно. Весь урок. Я вас умоляю, я ржу на любой партии. Перемена. Урок. Ты учил? Нет, но я читал. Извините, я не понял, вы не могли бы повторить. Я повторяю только для тех, кто внимательно слушает. Но я слушал внимательно. Тогда ты должен был понять. И ты такой, ты чё такая вредная, будь ты человеком. Красивый закат. Ага, это на школу горит. Пусть сбудутся все твои мечты. Как поднимается по лестнице учителя? Как поднимаюсь по лестнице я? Сон 20 минут, сон 30 минут, сон 4 часа, сон 9. Какой 9 месяцев? Сон 11 лет. Самые твёрдые вещи в мире. Ну да, твёрдый знак, он такой твёрдый. Мой день. Сплю, 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 просыпаюсь, окончательно просыпаюсь, собираюсь в школу, урок, 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 обед, урок, урок, урок. Я домой, интернет, 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 ужин, домашка, домашка, домашка. Интернет, иду спать, засыпаюсь, сплю, 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 сплю. У тебя новая форма? Нет, я стираю лаской. Я физрук. Почему на физре не был? У меня освобождение! Закон школы 23. У соседа по парте вариант всегда легче. Я говорю наугад. И она ставит мне пять. И хвалит. И хвалит. Спасибо, что помог мне починить мой квантовый телепорт. Нет проблем. Прежде чем я вернусь в свое измерение, я отвечу на один твой вопрос. Это может быть вопрос о чем угодно? Да. Так не честно. Самая опасная игра это закрыть глаза после отключения будильника. Когда тебе поставили два? Первый, третий класс. Ага, меня мама отругает. Четвертый, четвертый класс. Надо вырвать эту страницу из дневника, чтобы мама не узнала. Седьмой, одиннадцатый класс. Да пофиг, два так два. Иху. Девять или одиннадцать классов. Самый трудный выбор. Когда что-то сказал, я весь класс засмеялся. Вы разблокировали костюм клоуна. Другие предметы. Физра. Урок физкультуры. Как все начинают упражнения и как начинаю я. Школьная еда. Ожидание. Реальность. А где же тухлые яйца зеленые? Даже первоклассники знают, как решить эту задачу. Пап, ты умеешь расписываться закрытыми глазами? Да, что? Тогда распишись тут. Одела на голову колготки и кричала, что захватит школу. Когда я рассказал родителям, что переезжаешь от них навсегда. Зачем его скотчем обмотали? А, правильно, чтобы дьяволка не сдула ветром или не спёрли. Выходи к доске. Не, я боюсь её. Что может произойти? Да, тебя пришибёт доской, аккуратней. А у вас тоже так? Первый урок. Ну, с богом. Второй урок. Хочу есть. Третий урок. Хочу спать. Четвёртый урок. Голова болит. Пятый урок. Выпустите меня. Шестой урок. Я сейчас подохну. Седьмой урок. Ага. Делаешь такую домашку до трёх часов ночи. Учитель, у меня нет времени на проверку. Умри, тварь. Хочу короткие уроки и длинные перемены. Прошу, господи, не перепутай. Ммм, перепутал. К сожалению, перепутал, да. Мама попросила дневник. Не даёшь пять минут, не даёшь десять минут. Мама забыла про дневник. У каждого в классе есть человек, который невнятно говорит. И когда он рассказывает стих, все начинают ржать. Как нормальные ученики ходят в столовку. Как наш класс идёт в столовку. Господи, вы галы. Ну, я примерно это и знаю. Это надо знать. Что знать? Ничего. Когда учительница решила завалить на экзамене. В прямом смысле. Да может она стреляет пульками. Или это водяной пистолет. Заправленный кислотой. Почему мухи сюда садятся? Разве мы ещё не понимают, что это ловушка? Как только звери попадаются в эту штуку? Школа ВПР ЕГ. Как мы с другом учимся в школе. Ты не сдашь. Я всё сдам. Я завалю тебя. Сдам. Куда пошли? А стулья я поднимать буду. А вы тоже, когда заводите новую тетрадь, сначала стараетесь писать красиво и аккуратно. А потом забиваете на это и начинаете писать, как обычно. Конечно. Я каждый раз, когда завалил новую тетрадь, думал. Это моя новая жизнь. Всё будет по-другому. Я стану учиться лучше. А потом... Да пофиг. Когда учитель вызывает меня к доске. Кто я? И через секунду звонок. Когда класс узнал о вашем романе. Столик на двоих для влюблённых. Это очень мило. Да и ужин-то какой. Смотрите, какая каша аппетитная. Я в конце мая. Уи-и-и. Как учителя смотрят на школьников. Как на говно. После сложного экзамена. Подгорел пукан, чувак. На уроке. 2 плюс 2 равна 4. На самостоятельный. Господи, что за ужасный шифр. Здравствуй, школа. Здравствуй. С 1-го 30-го сентября вход бесплатный. А всё остальное время платить за вход в школу? Серьёзно? Не, может быть там возле входа сетки гопники и ощипывают парни на мелочь? Или нет, учителя, которым давно не платили зарплату, ощипывают детей на мелочь? Закон младших классов номер 1. Если на уроке чтения в тексте попадается чьё-то имя из класса, то все начинают смеяться. Младших? Мне кажется, так и в институте бывает, и на работе. Ха-ха. В слове водопад? H2O. О да, шутки за 300, блин. Сидишь такой дома, делать нечего. Резко появляется чувство сделать уроки. Идёшь за учебниками, чтобы начать, и вдруг понимаешь, что показалось. Бесит, когда говорят. Как ты не помнишь, мы это в пятом классе изучали. Вы издеваетесь, я не помню, что вчера делал. Я не помню, кто я. Неважно, правильно ли ты делаешь ДЗ, главное, что что-то написано. Боюсь, что такое не проканает. Задали сочинение. Включаем огромный почерк, по одной букве, на строчку. Нет, на страницу, на тетрадку. И такой, мне места не хватило, я списал всю тетрадь. Учитель вышел из класса. Учитель вошёл в класс. Кто ты? Напиши в комментариях. Так, друзья, ставьте паузу, пишите, кто вы. Так, я Макс Максимов, счастливый председатель дождя. Ну, не так уж и плохо. Хватит столько учиться, а то ты сдохнешь в этой школе. Ммм, неужели котейка смогла дать дельный совет? Алё, братюнь, ты где? В туалете. Чё делаешь? Ты не поверишь. Что? Уроки? Школа? Я. Что такое ЕГЭ? Часть А, интуиция. Часть Б, поле чудес. Часть С, битвы экстрасенсов. Я на экзамене. Ха-ха-ха-ха-ха, бумага. И делай самолётик, опускай в преподавателя. И выбегай из класса с криком. Как я избавлюсь от проблем? Спускаешься на дно океана и сжигаешь там геометрию. Рассказали шутку на перемене. Рассказали шутку на уроке. Уровень смеха. На уроке? На перемене. На уроке с другом. О-ло-ло. Когда прошёл мимо людей, и слышишь, как они смеются. Да, и сразу паранойя, типа, а, что со мной не так? Они же не могут просто так смеяться. Это не могло быть совпадение. Наверняка они смеются надо мной. Да нет, скорее всего не на тобой. Пенал. Первый седьмой класс. Конечно, вот он. Седьмой-одинственный класс. Пенал? Что это? Я никого не пенал. Ладно. Так, опять шутки на триста попёрли из меня. Учёба? Я. Как я иду в школу? Тебя хоть тащат, тебе повезло. Мам, я не хочу вставать. Это папа. Встаю. Правильно, батя леща может дать. Моргнул на уроке. Учитель. Ой, стрёмный учитель. Чё у нас глазами? Хотя, как будто тут только глаза какие-то не такие. Чёрт, это динозавр. Чему учат в школе? Сколько я могу запомнить? Я и математика. Дано? Мне не дано. На, нет и сила. Каникулы. И всё заново. Это круговорот ада, в смысле школы. Как я чёртву другу в тетради? Как он отомстил мне? Война, значит. Господи. Дай мозгов закончить учёбу нормально. Нет, тебя не услышат. Как я иду в школу по утрам? Да ладно, там чувака голубь тащил. Ими гордится школа. Кем? Пустотой? Когда все пошли домой, тебе учитель сказал остаться. Хм, интересно, зачем? Только не ври, что не грызся её, чтобы съесть то, что осталось внутри. Мама, разбуди меня в 7.30 и не верь, что я проснулся, я очень коварен. Мама в 6 вечера. Школьная форма в разных странах. США, Россия, Корея, Казахстан. Ты ещё слишком маленький. Ты уже взрослый. Родители. Логика равна нулю. Не иди, в 10 класс. Это ловушка. Это нужно знать всем детям. Ну, наверное, да, лучше пойти сразу куда-нибудь учиться уже по профессии. Лучшие зоопарки мира. Торонто, Сан-Диего, Бронкс. Мой класс. Учитель. Я тест оставила сама, поэтому в интернете вы его не найдёте. Я нахожу этот тест целиком. Учитель. Ганида. Ну ладно, не будем выражаться. Чему меня научила школа? Лгать, бояться, материться. Вот истина. Кто прочитал, тот сдохнет. И с тех пор он не видел своего учителя. Это так тонко он пожелал учителю смерти. Ты можешь тебя осуждать меня, оскорблять, но я считаю, что старые Смешарики в 2D были круче. Смешарики, один из тех мультиков, который, претерпев изменения, не стал сильно хуже. Ну, 3D и 3D, не так уж и плохо. Мяч счастливого детства. Выпишешь, главное, грыжу не словить. А так ещё 4 сезона можно играть. И главное, нет, главное, чтобы грыжа не была больше, чем сам мяч. Если маленькая грыжа, то нормально. Ты только один в один не списывай. Ну, конечно, не буду. Паркур, форт, манёвр, мюзикл. Полный список всех умений, которые у меня есть. Твоё умение быть прозрачным, да. Учителя, когда ученики опаздывают на урок. Учителя, когда опаздывают сами. Это было по-настоящему офигенно. Кто-то пишет, объясняли за 30 минут тема лучше, чем препод. Да, я обожаю. Пушнова, он клёвый. Мам, ну купи. Напиши грустную историю с пользой 3 слова. Единый государственный экзамен. Или нет, меня очислили с универа. Маму вызывают к директору. Да там полно, можете писать в комментариях. Свои варианты. Я потом гляну. Училка во время урока. Училка на иском собрании. Кто-то пишет, наоборот. Ты видишь уродливого парня с красивой девушкой. Как? Потом понимаешь, что это оба парня. Или нет, или обе девушки. 80% школьников делают домашнюю работу в последний день. Кто-то делал так же. Кто-то пишет, остальные 20% её даже не записывают. В 11 классе, на первом курсе. Серьёзная мафия. Да контрольный, 5 минут, сдавайте свои телефоны. Я. Айфон 11 Pro Max на 590 гигабайт. А училка, он тебя возвращает, что-нибудь там, не знаю. Айфон пятый какой-нибудь такой. Ты мне такой сдал, ничего не знаю. А потом увольняется со школы. В начальных классах. Блин, 4 выходит, мама убьёт. Сейчас. Оу, 3 поставили, да я чёртов гений. Только 5% звучают правильно. Ну, пишите в комментариях свои размышления, ответы, решения. В общем, вперёд, вперёд, мои математики. Толпа школьников после последнего урока в гардеробщице в школе. Кто-то пишет, у вас тоже нет гардеробщицы в школе? Да, её просто смели, снесли. Расщепили на атомы толпа школьников бешеных, накачанных. Ты подготовился к антроши? Какой антроши? Я делаю домашку. Какую домашку? Когда резко встал с кровати, потемнело в глазах. И я умираю, а тебе 15. Да, бывает, встанешь и все стены в комнате перещупаешь, пока в себя придёшь. По легенде, синяя часть должна стирать ручку. Я так в школе двойку в дневнике хотел стереть. В итоге полстраницы стёр и получил дома таких люлей. Мироков и ещё и две матиши. Классный час. В ринге. Какой стакан наполнится первым? Никакой дебилы, крышку откройте. Так, ну, представьте, что крышка открыта. Тогда, какой стакан наполнится первым? Думайте. 14 лет? 112 лет. Косячок вышел. Олды здесь. Кто-то пишет, там самая имбовая черепашка-ниндзя 9099. Олды на перемене точно играли в эти игры. Да, особенно разруби арбуз. Значит, стоим мы с пацанами прямо в школьном коридоре. Один подкидывает арбуз, а я катаной просто фигачу по арбузу. Настоящей острой катаной. Самурайской. Училка мимо ходит, директор, всем пофиг. 9 или 11 классов. Самый сложный выбор. Кто-то пишет, выбирай в садик. Коротко о школе. Оценки в школе это не показатель ума. Это показатель того, как готовишься к урокам. Удачно ли списываешь, подлизываешь ли, везучий ли ты. Но не ум. Не совсем соглашусь. Потому что если ты достаточно умён, тебе надо просто слушать учителя. Потом просто писать контрольный на четвёрке хотя бы. Если ты умён, тебе не придётся подлизывать задницу никому. Тебе не придётся надеяться на удачу. Тебе не придётся списывать у кого-то, там просить, чё-то умолять, там дайте то, дайте сё. Так что, ну, мем так, наполовину, наполовину правильный. А у вас в классе тоже есть комик, который всех смешит? Запишет обычно я. У нас в классе этим комиком был я, я смешил обычно только себя и своего соседа по партии. А он меня. А другим было не смешно, потому что мы такую чушь пороли. Твоя новая обувка. Последняя цифра вашего лайка покажет, какую обувь вы будете носить. Ну ладно, ставьте лайк, посмотрите, какую обувь вы будете носить. Кто-то пишет, а что, реально 5-6 Гуччи, такая обувь есть? Причём пишет, а 2-4 тебя не удивляет? Нет, 5-6, да, кстати, реально удивляет. А 2-4 обычные тапочки, забавные просто, и всё. Ладно, ставьте лайки, смотрите, чё там у вас. Я достаточно стар, чтобы помнить эту игру. Кто-то пишет, залепал мне её часами. А я вот не играл в такую игру. Ну-ха-зэ. Моя остановочка. Да, по-моему, и то, и то прикольно. Я и с тем, и с тем люблю, на самом деле. Я бы посмотрел таких смешариков. Это Джеймс Бонд какой-то, вон там. Нюша лежит, Пин Киборг. Ну да, забавно. Самые сложные трюки. Доказать родителям, что ничего не задали. А как же электронные дневники? Сейчас же они есть уже давно. Владелец андроида? Владелец айфона. Подпишите, не наоборот, это получается. Моя жена айфон, у меня андроид. Она мне ноги должна целовать. Хе-хе, сейчас я покажу ей этот мемаз, когда ролик закончу. Скажу, ну-ка, целуй. Сдала ВПР по-русскому на 5. Господи, сдала. На 5 из 100 баллов. А друзья, кстати, проверьте подписку на мой канал. Возможно, вас подписало. Часто отписывает этот мой канал людей. А если вы не подписаны, в принципе, к какой-то причине, то подпишитесь, потому что смотреть мемаз всем нам, как бы, вместе здесь веселее, чем ты один сидишь, ленту листаешь. Подписывайся. Тебя здесь не хватает. 12-летний я. Грамота за русский медвежонок. Батя. Ну, получил и получил. Бать, а ты был в какой-нибудь банде? Да. А у вас тоже почерк, будто в вас проживают 23 личности, как у Билли Миллигана, я, на самом деле, конечно же, не приживала столько личности. И все мы смотрели Утопия шоу. Я расписываюсь везде по-разному. Даже бывает в банке, мне говорят, «Распишитесь, пожалуйста, еще раз. У вас тут подпись ваша не похожа на ту, которая у вас в паспорте». Я говорю, «Я не могу ее повторить». Он сделал это. Стоп, а с другой стороны, что, расперло, разорвало, конец ручки, как дуло в мультиках про Тома и Джерри, когда Том пытается из ружья стрельнуть, а в это время Джерри задыкает ствол пальцами, и дуло разрывается. Так, что ли? Студент пронес телефонный экзамен, но вместо списывания смотрел мемы. А чё там еще делать? Ну, правильно, на моем канале, конечно же. Когда спас рыбу, вытащив ее из воды, чтобы она не утонула. Ты, 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 ты очень умный. Далеко не все помнят ее вкус. Кто-то пишет, «Потому что она исчезает через 5 секунд». Надо всю пачку сразу разосовывать. Списывать точь-точь, сделать пару ошибок, типа сам написал, а по итогу переборщить и получить кол. Я настолько стар, что помню это. Я помню первую PlayStation, мне она была. Все ноют, что у них нет половинки на 14 февраля. А у тебя есть, ведь ты родился целым. Я увидел, как мама моет посуду, которую ранее обещал помыть ты. В голове мысль, «Мне капец». Пчела, это такая оса, как комар, только муха. Я на биологии. И училка такая, вот тебе твоя оценка, как тройка только параша. Во время контрольной. Первые 40 минут, последние 5 минут. Мама, иди попей чай, уже остыл. Мой чай. Кто-то пишет, «Было сложно, но я понял». Кто догадался, ставьте лайк. В российских школах начнут готовить киберспортсменов. Да блин, минус 4 сделал. Петров, молодец, пятерку за хэдшоты. Ну, в принципе, если хотите такой предмет, то тоже можете поставить лайк. Привет, как дела? Скинь готовую домашку, пожалуйста. И такой школьник, «Да, она мне написала, потому что я ей нравлюсь». А выясняется, что ей просто тебе нужны твои деньги и тачки, то есть домашка. Я не знаю, почему я проспала. Я точно помню, что ставила будильник. Я была очень уставшей, но поставила его. Мой будильник, 6.30. Она поставила калькулятор, серьезно? Клавиши, которые использует программист, геймер Влад А4. Очень странно, столько людей его хейтят, у него столько подписчиков, как-то это не пересекается. Возможно, это Wi-Fi-директор, он задолбался раздавать всему налево-направо, и поэтому назвал его таким образом. Расписание. Физ, 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 физ. Такой, яху, одна физикультура, а потом, когда же это физика. Получил 5. Знание силы, получил 4. Ну, бывает, ошибся, получил 3, зато не 2, получил 2. Оценки не главное. Да, это мой девиз был в школе. Ребята, за что отвечает левое полушарие мозга? За базар. Чувак, да ты даже сидишь неправильно. Пятки надо прижать, все гопники это знают. Это Мариус, и у него сегодня последний рабочий день, после чего он уходит долгосрочный отпуск. Удачи, Мариус. Блин, бросай уроки, стране нужны рэперы, действительно, очень мало рэперов у нас. Нужно, чтобы каждый второй школьник стал рэпером. Мамуль, дай тысячу рублей. Сколько? Пятьсот, зачем тебе четыреста? Триста пятьдесят, хватит. В кошельке сто пятьдесят, есть, восьми пятьдесят. Теперь что ты сдачу, 25 рублей не забудь вернуть. Школьник в Америке выпил колы с бургерами на обед. Школьник в России выпил какао, запеканочка. Чайная реальность на одном фото. Любите своих дедов, пока они есть. А что если они живут вместе, и постоянно тусят вместе, и тут парень такой, господи, он достал меня своими историями. Дайте я хотя бы немножко поиграю. Никто, шестилетние дети. Так быстрее поднимаешься? Я так тоже делаю, шучу. Если вы знаете, что это, то, скорее всего, вы застали вымирание динозавров. Но мне всего пятнадцать. Я знаю, что это, и когда они вышли, я был уже взрослым. Тогда я двойной динозавр. Пробеги с них, удобно или нет? Я. Мне так же жена говорит, я говорю, Ир, ну неудобно, мне тридцать, ну неудобно же. Она такая, беги, я такой, ну ладно. Я сто раз написал слово «пошёл» и пошёл на рыбалку Юра. Эпичная музыка. Теперь пиши слово «раз сто раз» через «З». И «пошёл» можно ещё раз сто написать. Когда при регистрации, просто всегда нажимал «далее». Фамилия, имя. Тя просто не очень любят там, когда пишет «или не сдал деньги на шторы». Во-во. Учителя, ученики. Учителя, ученики. Я бы сказал, что это жиза, но знаете, я не учился на удалёнке, поэтому меня это обошло стороной, поэтому это меня вообще, меня не касается. Я не чувствую такое единение с этим мемом, как чувствуете вы. Ладно, это тот чувак из мема? Похож. Я в школе. Учителя, когда встречают учеников в магазине. Или нет, или шифруются друг от друга. Учитель от ученика, ученик от учителя. Батя, пытающийся починить машину. И ты типа с фонариком стоишь. И батя тебе «свети прямо!» Порождение моё. О, прикольные хотели бы такие. Я попрошу учителя помощи. Мы это учили в прошлом году! Кто тебе пишет «ты только в первый класс пошёл». Неважно! В саду проходили. Логарифмы. Меня боятся многие галактики. Звездолёт, закрой. Ну, как минимум, в Млечном Пути принято бояться этого зайца. Не знаю, как в других галактиках устроено. Йога, водка, сварка. Когда всем сказали прийти в маске, а тебя в школу собирал батя. Кто-то пишет «как говорится, батя фигни не сделает». Тебе 12 лет? Да. В твоём возрасте мне было 16, и я работал на двух работах. Мы тебя поздравляем. Детский труд запрещён, свободен. Ну, так, наверное, надо ответить ему. Мужику этому неизвестному. Улыбался на уроке? Ааа, стоп. Смотрите, там четвёрка стоит. Ну, четвёрка в кружке. Всё нормально. На следующем уроке все такие с улыбками сидят, тоже четвёрку хотят. Откуда сила? Укус, опыты? У нас такими рождаются. Я на контрольный. Хакуна Матата. И учёлка тебя подписывает, текст песни продолжает и ставит пятёрку в твоих фантазиях. Я в третьем классе, и я сейчас. Мне стыдно, но я серьёзно не помню, как делить столбиком, потому что я этим не пользовался уже 53 года. Или 54, не помню. У тебя было 8 яиц. Четыре ты разбил, четыре приготовил, четыре съел. Сколько это у тебя осталось? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Четыре... Четыре осталось, ведь я четыре разбил, их же приготовил, их же съел, четыре осталось. Мой жирный друг. Я пытаюсь потрогать его грудь. Что? Фу, зачем? Младшая сестра. Просит ей помочь с физикой. 22-летняя я. Ну, мы знаем, что такое мугнит. Мугнит, это магазин. Депет. Кто там шумит на задних портах? Мы с другом. Картинка со звуком, типа помехи. Кстати, часть этих помех вызвана реликтовым излучением, оставленным после большого взрыва. Если бы это был выпуск по умным мемам, я бы вам рассказал что и как, но не сегодня. Министр образования предложил обязать школьников убирать классы и участки возле школы. Я всю жизнь так делал, кто-то пишет, да ладно, серьёзно, в смысле, они что, там совсем с ума подсходили? То есть всё это время можно было не убираться? Ёжик от страха пытается съёжиться, съёжиться. Кстати, а что если слово съёжиться произошло от слова ёж, а? Ору, я увидел этого парня в толпе, его рюкзак это просто нечто. Так должно быть. Его просто задолбали все. Молодой человек, у вас рюкзак растёгнут, он уже просто с локтя бьёт сзади людей. Найди себя. А что если? Она такая, какие же они все тупые, тупое быдло, одни те же шутки, сидят, обсуждают тупых рэперов, а я сижу одна и думаю о вас выше. И сверху падает камень, и она фу, улетает в космос. Не знаю, почему я вдруг так закончил свою мысль, ну просто, просто пусть так будет. Причина, по которой я опоздал в школу. Можно было идти и шоркать ногами так аккуратненько, аккуратненько, лишь бы котиков не согнать. Если ты не знаешь, что это, то даже не смей называть себя Олдом. Ну как бы да, до сих пор они используют, в смысле Олдом. Не, не, это не Олд. Как выглядит мой стул со шмотками ночью? Да, бывает, даже у меня бывает вроде взрослый человек, но я бывает иногда отшугаюсь такой хренью. Это воображение, это всё развитое воображение. А знаете почему? Потому что я писатель, у меня развитое воображение. И вы сейчас ждёте рекламу моих книг? Нет, а вот не будет рекламу моих книг. Кому интересно, можете просто загуглить в поисковике Макс Максимов книги, и там всё будет. Вот. Сегодня вечером ты должен лечь спать пораньше, потому что завтра всё снова полетит в... Туда, откуда берутся мы, а пилот должен быть выспавшимся. Есть в этом что-то. Да. Грустно и смешно. Мама сказавшая нет, папа сказавший да. Бабушка сказавшая, маме не ограничивать тебя. Когда батя сварщик. Папа, купи мне новый ранец, ты ещё старый не сносил. И телефон такой же у тебя. Друзья, я Макс Максимов, и я работаю писателем. Вышла моя новая книга под названием «Инверсия жизни». Книга в жанре фантастика-хоррор. Продаётся она во всех книжных магазинах. Если вы уже читали какие-то мои книги, то оставьте своё мнение о них в комментариях. Ссылка на книжку «Инверсия жизни» будет в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Если вы не подписаны, то подписывайтесь и нажмите на колокольчик. Тогда завтра вам придёт уведомление, и мы с вами снова окажемся здесь и будем смотреть мемы. Всё, ребятки, всем пока-пока.